Самая, мне кажется, мякотка. Я вообще ничего не понимаю в программировании. Меня как-то очень лайтово отцов бесили в тот раз. В казино было роскошно. А когда еще я хочу забронировать виллу, но чтобы банщик работал ночью? Ну, тут просто трудно сравнить. У физики просто она допинг-контроль не проходит, но она побеждает. Сколько ты увидел в своем конверте, столько твоей зарплаты есть. Всем привет. Меня зовут Стасик Кошман. И это «АвиТолк» — шоу толковых людей. Мы запускаем новый проект, где встречаемся с интересными людьми необычных профессий. Сегодня мой первый гость — Алексей Мичурин. Алексей, привет. Привет, привет. Алексей занимает должность Е6 бэкэнд-инженера в Авито. Мы познакомились внутри компании на рандом кофе, разболтались, пофилософствовали. Мне показался жизненный путь Алексея очень интересным, и мы решили снять интервью. У меня сразу к тебе фирменный вопрос. Готов? Ну, куда мне деваться? Готов. Если бы в мире не существовало денег, как таковых, и за работу не платили, то какой бы деятельностью ты занимался? Ну, смотри, мне нравится, допустим, писать код «Контрибьюти его в open source», потому что приходят люди, чем-то тоже с тобой делятся, они пользуются твоим продуктом, приносят тебе свои идеи. И вот в этом взаимодействии самое, мне кажется, мякотка. И не обязательно делать это на почве программирования. Можно, мне кажется, на самых разных основаниях точно так же общаться с людьми. У меня есть проект, который переведен языков на 15. И ко мне пришел человек-каталонец. И он такой пишет мне, я вообще ничего не понимаю в программировании, но вот у меня бабушка играет в вашу игру, и я хочу на каталонский это перевести. Вот как мне это сделать? Куда мне вам свой каталонский передать? Ты прибег человек из другого мира, и он пользуется тем, что сделал ты. Из другой страны, из другого мира. И он пользуется, и он контрибьютит в то, что делаю я. И мы как бы вместе с ним работаем. И это очень драйвово. Класс. Начнем с давнего периода твоей жизни, а именно с учебы. Ты закончил физический факультет МГУ. Да. Расскажи, ты выбрал направление самостоятельное? Или, может быть, это было рандомное решение? Там, заставили родители? Ну, тут был, наверное, вклад какой-то родителей, потому что родители у меня тоже физики, хотя они занимались, ну, так косвенно. Физикой и какого-то прям давления, какого-то прям влияния, наверное, не было. Другое дело, что они могли всегда что-то подсказать и помочь. Это да. И, наверное, в этом был элемент случайности, но эта случайность была форсирована, конечно, родителями. Когда я учился в школе, у нас в последнем классе была такая система, что если ты участвовал в каких-то досрочных экзаменах, каких-то там тестах, еще в чем-то, то ты можешь в следующий день в школу не приходить. И поэтому, как только кто-то узнавал, что где-то там в Зеленограде какое-то тестирование, вся параллель срывалась, и просто два троллейбуса приезжало из нашей школы, и все проходили. И мы вот ездили-ездили, и у меня в результате этого образовался целый выдвижной ящик, плохо закрывающийся, всяких документов. Здесь у меня проходной балл, здесь у меня полупроходной балл, здесь меня возьмут, если будет недобор, здесь там нужно сдать один экзамен. И я уже не собирался вообще не сдавать никакие экзамены. Но родители мне говорят, а слабо тебе в МГУ? Я такой, ну, в МГУ? Так в МГУ что, не слабо? Я схожу, заехал в МГУ, сдал там документы по дороге. И потом я пришел на экзамен по физике, и тоже я пришел так, ну, просто поговорить с людьми. То есть не с целью там поступать или что-то. И я получил 10. Я такой, так, я получил 10. Интересно. Это максимально было. Да, потом я математику сдал на 5. И оказалось, что таких людей было то ли двое, то ли трое во всем потоке, и нас взяли без сочинения. Я прихожу получать результаты по математике, а мне говорят, вот ты, еще одна девочка, там, вот мы вас берем уже, все, идите в поликлинику, там, проходите медосмотр, и все, мы вас взяли. Когда ты приходишь, ну, просто вот поговорить. Просто попробовать. Получается самый лучший расклад. Твое обучение проходило во времена Советского Союза. Интересно узнать, насколько сильно отличается формат текущего высшего образования от того, который был у тебя. Например, вы могли прогуливать пары. Я действительно учился в школе во времена совсем Советского Союза. Но все-таки поступал я, уже, ну, такая началась какая-то непонятная оттепель. Это был уже такой, когда я поступал, в 92-м. На факультет, когда набирали людей на физфак, было, по-моему, 420 мест, и там 500 с кепкой было заявлений. И взяли почти всех. И это решение очень правильно. Взяли всех, но потом в первую сессию выгнали 100 человек. У нас была даже одна группа, в которой осталась одна девушка, причем там все смеялись над этой группой, потому что была одна группа на курсе, в которой была одна девушка, все парни. И в первую сессию всех парней выгнали. И осталась одна эта девушка. И вот тогда, мне кажется, вот эти все люди в образовании могли играть вот такими вещами. Они могли принимать такие решения. Потом это пропало. И кажется, что стало поскушнее. Сейчас есть бум на быстрое получение информации. Есть волшебное слово «закуплить», которое решает почти все вопросы. Но в ваше время, когда ты учился, не было смартфонов. Поэтому у меня вопрос. Как вы вообще учились? Насколько было сложно без Гугла? Слушай, так как не было Гугла, его и до этого не было. И не с чем было сравнивать, потому что это вообще не то же самое. Оказывается, что преподаватель рассказывает, но вообще по-другому. Он по-другому какие-то расставляет акценты. Я в результате, когда уже на экзамене, я стал отвечать, я понял, чего от меня хотят. Я понял, что где-то я ушел вглубь, где этого не надо было делать, а где-то какая-то была очень простая вещь на поверхности, но я как-то мимо нее прошел и не обратил внимания, а ее как бы спрашивают. Я сделал для себя вывод, что вот это все обучение по смартфонам, по видео на Ютубе, оно хорошее, оно как лекции. Оно дает тебе хорошую основу, чтобы сориентироваться в этом материале, чтобы выбрать, какую тебе книжку почитать. Очень полезно на лекциях или там в какой-то другой форме пообщаться с человеком, который просто пожил в этом, который лично знает людей, которые делали эту физику или там не физику, это программирование или что-то, у которого это все прям вот живые люди и живое общение, и живые какие-то мысли, как они формировались у людей, как они спорили, как они какие-то мысли отбрасывали, где-то ошибались, как вот это все прошло. А потом ты идешь в читалку и читаешь действительно книжку, где все написано уже прям, тебе не надо списывать какую-то формулу с доски. Нет, это живое общение, вот эти все лекции. Это очень крутая идея. И в нашем образовании такого нет вообще, а в буржинском образовании на этом все построено прям. Мне кажется, что так драйвово для студентов должно быть. Это создает вообще другую атмосферу. И это очень здорово, такое обучение на таком собственном каком-то собственном топливе. Оно гораздо более получается естественное, и цельное, и ценное. У тебя была возможность работать вместе с университетом? Или это было плохим тоном? Это не одобрялось. То есть, ну, как бы никто не форсировал людей, не считалось, что это хорошая затея. Я тоже никогда не стремился работать во время учебы, с одной стороны. С другой стороны, я старший ребенок в семье, но я старался не брать у родителей деньги. Мне казалось, что у родителей и так столько напрягов с более мелкими детьми. В общем, и вообще у них жизнь не сладкая, кругом перестройка. Поэтому я, да, я подрабатывал, и курьером подрабатывал, и сайты какие-то пытался делать. В общем, ну, да, подрабатывал. Ну, это, как бы, я этим не горжусь, и никто к этому не стремился. Просто, да, почему нет? Такой предмет тебе больше всего нравился в университете? Или, может быть, было несколько? Ну, как ни странно, я учился на физфаке, и, наверное, физика мне больше всего нравилась. То есть в любом деле, в любом таком предмете большом, который много семестров идет, наверное, бывают разные эпизоды, когда прям понимаешь, что происходит, ты прям знаешь, что дальше скажет лектор условно, и это драйвово. Но, наверное, если вы так все просуммировать и в среднем как-то посмотреть на все это, то, наверное, в среднем, да, физика. Может, ее просто больше было. Ну, тут просто трудно сравнить. У физики просто она допинг-контроль не проходит, но она побеждает. Поэтому ты потом остался работать в университете и заниматься физикой, правильно? Когда ты выпускаешься, возникает только какой-то момент, ты должен принять какое-то решение, двигаться дальше, пойти в аспирантуру. Я на самом деле потом уже понял, что надо было просто сказать, я хочу в аспирантуру, и все. И меня бы взяли. Но формально там был какой-то конкурс, какие-то платные места, как будто бы все сложно. И у меня вот был вариант остаться на факультете. Это была абсолютно темная лошадка. Совсем другая кафедра, какие-то незнакомые люди. Но на этой кафедре была одна лаборатория, которая занималась магнитными полупроводниками. Там вся кафедра про магнетизм. А я заканчивал кафедру физики полупроводников. И вот это слово полупроводник, ну, оно было общим как бы здесь. И меня туда тоже почему-то очень хотели. И я стал всегда работать на этой кафедре. А кафедра занималась преподаванием на еще нескольких факультетах МГУ. На геологическом, географическом, на биологическом, на почвоведении. И у меня от этого пошла дальше преподавательская карьера во многом в преподавательскую сторону. А ты был добрым или строгим преподом? Да, студенты, наверное, меня любили и, наверное, был добрым. Но у меня была такая система. Я стоил оценке всегда справедливо. Ну, я так считаю. То есть если человек не знает ничего, он получает два. Знает что-то, получает три. Получит четыре, пять. Но пересдавать всегда можно сколько хочешь, когда хочешь. Приходи, хоть там в десять вечера договаривайся, приходи. И я без каких-то там, ну, это передачи, поэтому на балл ниже, без вот этих вот крутасов. Знаешь, молодец. Не знаешь, хочешь, иди готовься еще. Я тебе расскажу. То есть если ты ставишь человеку тройку, то ты говоришь, я тебе ставлю тройку, потому что ты мне сказал, что работа – это сила на перемещение. Что на делить или умножить. Нужно было сказать. Работа – это скалярная величина, численно равная. Скалярному произведению. Сила на перемещение. Понимаешь? То есть вот когда ты мне это скажешь, я тебе поставлю пять. То есть прямо показать человеку, за что бы я поставил пять и что он до меня не донес. Он такой, да елопало, действительно, сейчас я пойду, почитаю там параграфы, приду и получу пять. И у человека чувство, что он всех победил и выучил, и он молодец. И я поставил пятерку не просто так, а потому что он действительно молодец. И все довольны. И вот мне кажется, что вот это ощущение какого-то, какой-то удовлетворенности вот такой, оно людей как-то привязывало ко мне. То есть я не скажу, что я там был, наверное, каким-то там преподавателем добрым, но, наверное, студенты меня любили просто потому, что они рядом со мной чувствовали себя лучше. Вот я, по крайней мере, к этому всячески стремился. А каким направлением в науке ты занимался? Ну, так полпроводниками и занимался, что везем, то и грызем. Они используются там, не знаю, в считывающих головках, в магнитных дисках, вот такие всякие материалы. Насколько тебе было окей, когда нету постоянных видимых результатов? То есть ты мог наслаждаться именно процессом? Во-первых, результатов даже больше, чем нет. Даже когда результаты есть, они часто не твои. То есть мы вот очень хвалились тем, что наши материалы прям используются в жестких дисках IBM, но никто не говорил про то, что это не наши результаты. Они вот не делали никакую там теорию физическую, не выстраивали там как-то... Они взяли практикой. Да, не шли направленно как бы к вот этому оптимальному решению. Они просто вот брутфорсом взяли его и нашли. Но мы к нему пришли направленно, да. Но видишь как, таких моментов для какой-то гордости как будто бы нету. С другой стороны, когда ты в этом варишься, ты, наверное, это не чувствуешь, потому что твой результат часто... Это публикации, это какие-то обсуждения с коллегами и выработка каких-то общих точек зрения. Ну, например, самые ярко выраженные свойства, вот такие магнитные у полупроводников, происходят в районе точки Кюри. Это принципиально точка не нулевая температура и не бесконечная температура. Это вполне конкретная температура. Но какие-то люди, они идут от нулевых температур, они берут теорию для нулевой температуры и начинают в этой теории чуть-чуть там что-то расшатывать и как будто бы нагревают это все и доходят до этой точки и получают какое-то объяснение. А есть люди, которые, наоборот, идут фактически от бесконечных температур, от фанонов. Давайте охлаждать, 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 и тоже приходят к какому-то объяснению. Но на самом деле не то объяснение, не другое объяснение. Просто они отталкиваются от неподходящих начальных постулатов. И согласовать вот это все, и, может быть, найти что-то третье, это всегда интересно. И вот это часто является результатом. Не сделали космическую ракету из твоих материалов. Ты как-то об этом особо не думаешь. Я никогда не воспринимал это как какое-то вообще что-то демотивирующее. То есть тебе нравился именно процесс? Это как получилось, как расследование? Ты исследуешь, как сделать, как открыть? Да. То есть ты расследуешь какое-то условное преступление, и ты получаешь удовольствие от того, что ты просто нашел преступника, а не от того, что его посадили, заковали, или что-то с ним случилось дальше. Как бы это уже... Ты берешься за следующее расследование. Леша, ты рассказывал, что много ездил на международные конференции. И как слушатель, и со своими докладами. Расскажешь, насколько большой масштаб был топ трех самых больших конференций, на которых ты был? Слушай, ну трех, наверное, трудно вспоминать. Но самая большая, на которой я был, это была конференция прям недели, может, даже дней десять в Варшаве, на которую я вез материал, но фактически уже кандидатской диссертации. То есть у меня было уже очень много материала. У меня там был 40-минутный доклад, и он был приглашенный. То есть меня прям там по совокупности работ там как-то нашли, оценили, не знаю там, что они... Ну, плюс я был молодой ученый, это всегда тебе дает дополнительные, всякие там дополнительные бонусы. И это был очень драйвов, да, такая конференция международная, доклад на английском, вообще для меня не характерный язык. Ты рассказывал на английском? Да. Ты как-то готовился, специально практиковал речь? Нет, речь я не практиковал. Слушай, ученые не умеют говорить там с каким-то правильным акцентом. Ну, те, кто не филологи, конечно, те, кто физики. Все говорят, как попало. И все друг другу понимают. И все друг другу понимают, да. То есть никто вообще не заморачивается. Меня это поразило, когда вот я в Испании вместе сработал, я сперва как-то так, ну, не то, что переживал, но вообще для меня было непонятно, как я там буду общаться. А люди настолько, то есть все в present simple. Если надо сказать про будущее, говоришь, tomorrow present simple. Про прошлое, yesterday present simple. Все всех понимают. Никаких проблем языковых нету. Просто общаешься, и все. В 2004 году ты решил уйти из академической деятельности. Насколько я знаю, основной причиной была маленькая зарплата. И первым местом, куда ты устроился, стало казино. Тут у меня сразу возникает вопрос. Насколько больше платили в казино? В казино было роскошно. В казино были зеркальные потолки, было много денег. И сравнивать зарплату. Ну смотри, на факультете, когда я начинал только работать, у меня была зарплата 30 долларов в месяц. 180 рублей. Доллар был 6 рублей. Я там проработал 8 лет, и зарплата моя, конечно, выросла больше, чем в 2 раза. Стало 70 долларов в месяц. За 8 лет. Да. Две сто в рублях. А когда я пришел в казино, мне пообещали, что будут платить 800 долларов. То есть вот 70-800, да, больше, чем в 10 раз. Но мне заплатили 800 долларов, ну, может быть, один или два раза в начале. А потом я как-то им понравился, и мне меньше тысячи не платили. Просто моя зарплата заключалась в чем? Что приходит Серега в офис, и всем раздает конверты. И это была зарплата. Сколько ты увидел в своем конверте, столько твоей зарплаты есть. Мне кажется, должен быть большой контраст между работой в университете и потом работой в казино. Контраст, да. Я не понимаю, как его описать, потому что он очень сильный. В университете у тебя, ты живешь, с одной стороны, у тебя есть жесткая сетка, это типа расписание студентов. Ты не можешь пропустить семинары. Если у тебя семинар в субботу, в 9 утра, ты приходишь в субботу в 9 утра. Ты такой гораздо больше привязан к вот этой сетке, прям поминутно, да. С другой стороны, если у тебя нет занятий, то ты вообще хочешь сиди в лаборатории, хочешь домой пойди, хочешь в столовку пойди, ты полностью себе предоставлен, хочешь в читалку пойди. Это как удаленка сейчас. Просто тогда этого не было совсем, и это была такая роскошь вообще отдельная. А когда ты работаешь в офисе, ну, у тебя жизнь какая-то сильно между. То есть ты работал в казино в офисе? Да, там был офис, это прям целый этаж, большая служба поддержки, много разработки, ну, в общем, там прям серьезная была контора. Ну, тебе не надо прям до минуты свой день рассчитывать, ты хочешь встал, пошел, налил себе воды. То есть ты вроде бы как всегда можешь это сделать. С другой стороны, но все равно у тебя день рабочий, там с 8 до 6, там с 9 до 6, в общем, вот это вот все. Ты как-то сидишь в рабочее время. И вот это сидение в рабочее время и невозможность условно пойти в библиотеку или просто пойти погулять. Я просто возьму, просто выйду и просто обойду вокруг главного здания, верну, подумаю. Вот так вот. А здесь этого нету. Менее творческая деятельность. Она даже не творческая, но она какая-то, в ней есть вот эта несвобода какая-то. И я даже сделал себе скринсейвер, на котором такое небо из квадратных звезд поворачивалось постепенно в течение дня. То есть это было как движение солнца по небу. То есть как бы, чтобы мне чувствовать... Что-то менялось. Чтобы мне чувствовать вращение Земли, да, чувствовать, что что-то меняется и чувствовать, что когда будет шесть часов и когда мне идти домой, и, в общем, чтобы ориентироваться как-то вот в этом странном времени, которое совершенно по-другому стало ощущаться, вот это была огромная разница. Конечно, ломает мозг то, что у тебя становится гораздо меньше коллег и гораздо меньше круг общения, потому что так я общался со студентами, от того, что я преподавал там на многих факультетах, ты все равно общаешься где-то с учебной частью, где-то с кем-то. У тебя всегда какие-то вопросы, что-то, кто-то там тебя спрашивает, кого-то надо заменить, где-то меняется расписание. То есть, ну, ты вот во всем вращаешься в масштабах прям МГУ. То есть ты прям ходишь между факультетами, ногами, вот это все. Да. А здесь у тебя есть один там сисадмин, есть там человек, который у тебя шлюз в службу поддержки. У тебя круг общения там максимум там 10 человек. Чем ты занимался? Занимался я платежной системой. Как ни странно, вот как я начал в казино заниматься платежными системами, так почему-то я все время кредитами, так или иначе, немножечко возвращаюсь в той или иной форме. Называлось все, как в те времена было принято, национальная телефонная платежная система. Да, прям национальная. И мы прямо рассылали платежки. Тогда не было никаких этих, всех этих карточек всего. Вот этого люди платили прям платежками. Меня интересует, как ты стал разработчиком. То есть ты сам учился писать код? Или ты уже умел? Ой, слушай, ну, во-первых, у нас в школе было какое-то программирование. Но оно было без компьютеров, мы программировали на бумажке. Типично для школы. Да. Во-вторых, у меня отец работал в бронетанковой академии и занимался там гусеничными машинами, соответственно, танками. Но на самом деле с таким же успехом можно и трактор рассчитывать, то есть любую гусеничную машину. И я немножко там у него тусил и немножко там прогал на фортране. Вот эту всю его кухню немножечко мне давали потрогать. У него там были всякие какие-то аспиранты, какие-то сумасшедшие заводные такие молодые ребята, которым тоже было драйвово со мной пообщаться. Мне было очень драйвово, потому что это... Где ты увидишь тогда компьютер? Это были 80-е годы, а тут компьютеры. На них можно что-то написать там на фортране, оно работает, ты это запускаешь, оно тебе рассчитывает, когда там пробьется какая-нибудь рессора у этого танка, на каком повороте это все с ним случится. Поэтому я немножечко там кодил. Но там, конечно, сумасшедший был кодинг, это так нельзя кодить, там все переменные глобальные, просто кошмар. Поэтому я поискал работу и пошел в телеком в результате, да. Голд телеком? Да. Ты устроился туда разработчиком и пробовал там 6 лет, правильно? 8 даже. 8. 6 лет я ледом, наверное, был 6 лет, а так, да, наверное, 8 проработал. Ну, там было довольно скучно. Довольно скучно, я скучал, ходил везде, ко всем пытался куда-то тоже что-нибудь поделать, у кого-нибудь что-нибудь повеселее. Довольно быстро перебрался в проект, который занимался... Они поднимали, может быть, кто-то помнит, Golden Wi-Fi по всей Москве. Это по всей Москве был построен Wi-Fi, самый большой, вроде бы, в мире, я не знаю, боюсь такие слова говорить. У нас было 13 тысяч точек Wi-Fi по всей Москве, и все их нужно было как-то менеджить, понятно, их нужно как-то там настраивать, как-то там диагностировать, чтобы все это работало, вручную это невозможно делать, это нужна целая система. Я пошел этот Golden Wi-Fi, когда он только-только появлялся, когда люди только-только прям сетапили первые точки, только-только все это прям трогали первый раз руками. И вот в моих руках это все выросло до 13 тысяч точек. Огромный проект с кучей челленджей. Да, у меня как раз был такой вопрос к тебе. Сейчас IT-сфера очень считается престижным местом работы. Вокруг айтишников прям много хайпа. Но по идее, когда ты переходил в Golden Telecom, такого не было, верно? Ну, хайпа точно не было. И было какое-то другое восприятие айтишников в те времена. То есть... Ну, это была какая-то обычная профессия. Просто никто ее так не понимал и так не рассказывал, допустим, по полочкам. То есть сейчас есть четкое совершенно понимание, что есть там DevOps, есть Backend, есть Frontend, есть вот такое разделение. Раньше ты должен сам уметь зарегистрировать домен, настроить DNS, поднять веб-сервер, задеплоить свой код. То есть ты как бы сам себе и DevOps, и Backender, и Frontender. Понятно, ты делал все. Да, и не было вот такого еще, не было то, что потом появилось, это называлось AJAX. Сейчас это просто уже запросы, ну, понятно, когда ты сидел в скриптах, запрашиваешь по какому-то API. А все-таки чаще отдавались прям готовые HTML-странички. То есть вот эти все Backend, Frontend, это все было настолько близко и настолько все друг в друга проникало, настолько один и тот же человек этим занимался. Наверное, поэтому не было такого хайпа. Никто не понимал, что делают эти айтишники. Они просто говорили, сделай сайт. И человек шел, на самом деле регистрировал домен, все настраивал, искал провайдеров, все сетапил, и вот вам сайт. Вашу команду из Go Telecom вы купил Beeline. Да. Ну, не команду, а прям весь Go Telecom. Они прям купили целиком Go Telecom, да. И ты проработал два года в Beeline. В районе того, да, в районе двух лет. И дальше у тебя был Яндекс. Кстати, знаешь, мы разговариваем. Я думаю, что многое в моей жизни нанизывается, например, на одну и ту же нитку. Вот это какое-то общение с людьми. Я к ним первый раз приходил еще на самокатный, когда они сидели, очень давно. И они просто какие-то тормозные, они очень медленно все делали, и я к ним тогда просто не пошел, потому что мне были нужны вполне конкретные деньги. Мне в Голдене дали эти вполне конкретные деньги. И когда Яндекс ко мне пришел, такие, ну, мы там тебя рассмотрели, что-то там приходи, не знаю, на второй сабьес или там на третий. Да, там длинный процесс. Я такой, ребята, я уже месяц работаю в компании, которая меня вполне устраивает, и я сейчас не могу прыгать, я сейчас не могу рисковать. Вот эти люди мне дали то, что мне нужно, я буду тут сидеть и за это держаться, потому что мне это прям нужно. И вот они ко мне приходили, приходили. Я к ним иногда ходил на сабьесы, иногда приходил и гнул там пальцы, потому что в Голдене, я в Билане, в Билане уже, я там ездил по заграницам, участвовал в каких-то там международных тоже проектах, и я к ним прихожу в Яндекс и говорю, они такие, ну, чего там, типа, вот чего ты ожидаешь от работы, там, какая-то там финалка или там полуфиналка, чего там уж происходило. Я такой, ну, денег. Я люблю, чтобы там у меня были загранкомандировки, вот это все, чтобы там, то Лиссабон, то Мадрид, вот это вот. И они такие, ну, да, ну, ладно, ну, поработайте пока еще там у себя в Телекоме. А когда уже стало так грустно в Телекоме, я уже просто пришел туда в Яндекс. Может быть, от того, что я туда уже к тому времени много раз ходил, меня как-то очень лайтово отцебесили в тот раз. И я потом, как выяснил, у меня уже собесили прям руководители. Ну, и я тогда был такой уже, у меня было настроение не гнуть пальцы, я такой, ну, берете, так берите все, и я к вам иду. К собесам нужен просто другой подход. Просто нужно мозг переключать в режим собес. Ты не становишься через месяц умнее. То есть я не читал какие-то книжки по алгоритмам там или что-то. Я просто ходил в собесах и нарабатывал мышцу собесов. Потому что как ты решаешь задачи в обычной жизни? Тебе приходит какая-то задача, это какая-то таска. Ты такой, о, пришло письмо, открываем таску. Ну, ходим там. Идешь к гуглицу. По ссылкам ходим, там какие-то ссылки, какие-то документы, что-то такое, какие-то спецификации. Ты читаешь их, ты потом идешь на кофе-поинт, пьешь кофе, с кем-то общаешься, кого-то спрашиваешь о чем-то. Кто-то, может быть, делал похуже задачу. Ты условно там три дня просто думаешь. А потом такой, ну ладно, что-нибудь там заходим какой-нибудь там proof of concept. Там потрогаем это API, там что-нибудь подергаем, там посмотрим, как у нас с таймаутами работает еще с чем-то. Ты начинаешь с этим играться. В общем, вот так ты решаешь задачу в реальной жизни. И вся твоя реальная жизнь настраивает твой мозг именно на этот ритм. А на собесе тебе принципиально дают задачу, которая предполагает решение за 15 минут. Это сама задача такая. И ты такой, так, задача такая. У нее, очевидно, есть абсолютно тупое решение, есть решение какое-то промежуточное, и есть решение какое-то, ну типа пёфект там вообще, ну над ним надо думать. Пёфект я точно не сделаю за 15 минут, мне придется думать. Тупое сразу отбрасываем, вот решение, которое я буду делать, я его делаю, через 15 минут у меня решение готово. Это совсем другой вообще способ. То есть, если бы в реальной жизни у меня были бы такие варианты, я бы хорошее решение бы рассматривал подольше, и может быть, на нем бы остановился на самом деле. Мы наконец-то добрались до твоей работы в Авито. Ты устроил сюда Е6 бэкэнд инженером в 2021 году. Для начала предлагаю объяснить нашим слушателям, что означает Great E6. В Авито есть градация разработчиков, начиная от Е1 до Е8. Е1, Е2 это разработчики, которые могут делать простые задачи под присмотром более опытных коллег. Мне кажется, таких реально нету. Стажер начинается с Е3. Стажер Е1. Е1? А, ну, извините, что ты больше меня знаешь. Е3, Е4 это самые востребованные разработчики, они самостоятельные и могут делать проекты средней сложности. И Е5 это хардовые разработчики, которые могут делать большой проект автономно. А какие особенности и дополнительные обязанности у грейда Е6? Да, точно такие же. Чем выше эта сетка становится, тем больше она становится размытой. Поэтому, ну, Е6 действительно человек, который может декомпозировать большие задачи, может оценить большие задачи, может, ну, фактически помогает тем лиду, да, как-то разбалансировать нагрузку по многим разработчикам, как-то ее раскидать, оценить, как бы распараллелить, оценить равные части и вот их как-то там разбросать. В Авито существует семь продуктовых вертикалей, например, авто, недвижимость, работа и так далее. В какую вертикаль попал ты? Я попал в услуги, но тогда ее еще не было. И мне всячески как раз эту идею так и продавали. То есть это была такая авантюра, и мне сразу с порога, еще там на собесах, сказали, что это на самом деле у меня были варианты. То есть меня предложили в ГЕЛ, мне предложили вот в услуги, и я со всеми этими командами поговорил, но во мне, видимо, как-то после ковида, вот этого всего, сидение дома, наверное, еще тут вот это все сыграло. В общем, мне захотелось больше авантюры, да. И я пошел в более авантюрное и менее гарантированное место, вот в эту вертикаль услуг, которой еще не было, и которая как раз задача состояла в том, чтобы собрать людей, сделать какие-то задачи, показать, что мы можем, показать именно продукт, и продуктово как бы защитить всю вот эту услуженную историю и, ну, как бы прям защитить вертикаль и сделать эту новую вертикаль официальной и полностью такой прям готовой. Что самое первое ты делал? Ты настраивал процессы или собирал людей? Или продуктово продумывал? Самое первое, что я сделал, я, конечно же, растерялся. Ага. Вот. Ну и не было как-то никаких таких коллег, вот все как-то жили свою какую-то жизнь. У нас был еще один бэкэндер, который тоже ушел, потом Паша. Паша, привет. Плюс это еще был вовсю ковид. Я в офисе сидел практически один, из бэкэндеров вообще один. Ну, в общем, я растерялся, да. Это про то, что я почувствовал, когда пришел. Ну и плюс, да, было определенное давление от продукта, которое тоже, такого давления я раньше никогда не чувствовал. Я потом понял, что в авито это как бы нормально и так жить можно, просто надо правильно ну, тоже отвечать на это давление или как-то... Но тут я тоже растерялся. В общем, да, были вот такие, такая жизнь. Вам дали сразу какой-то проект? Да, нам дали вот эту всю проверку по паспорту, то, что и сейчас в авито осталось, но мы делали как раз самый-самый первый такой пилот, потому что, ну, условно, большое авито, ребята, которые вот занимаются прям безопасностью, они сказали, что тут работы на год, нам это никак не подходило, потому что нам нужно было запускать вертикаль, нам нужно было показывать какой-то результат, и мы сказали, что мы сами сделаем, ну, какой-то, какой-то proof of concept. И потом, когда ребята все делали, они, конечно же, уже учли весь наш опыт, и мне кажется, все равно сам опыт не пропал, хотя ребята все переделали в результате. Стандартная тема. Мне кажется, да. Мне кажется, вот Яндекс просто так живет. Они просто делают, выкидывают, делают, выкидывают, и от того, что они сразу делают с пониманием, как это будет дальше жить, что оно вполне может быть, что мы через два года это выкинем, вот вполне может быть. Они от этого и выкидывают это без какой-то боли и особого сожаления. То есть просто люди осознанно так живут. И здесь получился примерно такой же флоу. Это была наша первая такая задача большая, ну, которую фактически я один делал. Сейчас вертикаль услуг, насколько я знаю, достаточно большая вертикаль, очень развитая. А чем занимаешься сейчас ты? Последний был такой большой проект, это вот календари. Но на самом деле делали кучу продуктовых вещей, какие-то баннера, какие-то там где-то точки входа, что-то еще. Ну, в общем, такая была история. Календари, это вы делали горизонтальные календари для всего вида, чтобы все могли использовать. Мы сделали, как обычно. Мы сделали календари для себя. Ну, а потом уже стало постепенно выясняться, что в той же там недвиге есть календари. И еще и два разных движка календарей. И, в общем, и на самом деле календари хотят джабы. И чтобы на собес всякие записываться. И календари хочет авто, потому что тоже проката тачек, и в это все аренда тоже нужны какие-то календари. Появился вот этот проект больших горизонтальных календарей. Меня туда затащили. Ну, и я сам был рад ввязаться именно вот в написании дизайна этой всей системы и в анализ. Ну, собственно, какие требования нужны, потому что требования... Всех разные. Ты жизнедвигий, да? Да. Вот. Вот в недвижимости, ну, например, смотрите, загадка. Есть квартира, она сдается, и согласно календарю человек может ее забронировать с понедельника по пятницу. Может. Все, пожалуйста, бронируй. Но не может с понедельника по четверг. Почему? Почему не может? Да, да. Там минимальный срок брони. И минимальный срок брони. И, может быть, хозяина квартиры не будет в городе в четверг. И некому будет отдать ключи. И вот такие всякие нюансики. И вроде бы как... Вроде календари, ну, что тут такого? Взяли и забронили с понедельника по четверг. А там столько вот этих нюансиков. А когда еще я хочу забронировать виллу, но чтобы банщик работал ночью. Вот такое вот я хочу. Ну, то есть вот эти все истории нужно было как-то декомпозировать, уложить в голове, понять, как вот эти все очень разные хотелки удовлетворить каким-то конечным набором инструментов на бэкэнде, чтобы нам делать не под каждого банщика отдельный сервис, а чтобы как-то все-таки это уложить. Чтобы покрыть все варианты. Да, в какую-то схему создать компактную, которая вместе с тем покроет все вот эти варианты. Ну, в общем, вот это был челлендж полностью на моей стороне. Я считаю, что я справился, написал большой документ, как мы все это будем делать. Многие вещи действительно удалось прям очень разные запихать в абсолютно единый какой-то, в единый такой бэклайн. В авито гибридный формат работы. Можно ходить в офис, а можно работать из дома. А как предпочитаешь ты? Я предпочитаю ходить в офис, потому что дома у меня жена не работает, у меня там дочка тоже не весь день в школе. Ну, в общем, попугай, муравьи, креветки в аквариуме, все отвлекают, ползают, хотят есть. Ты каждый день ходишь в офис. Да, да. И у меня, не знаю, с детства такая привычка, я люблю вставать рано. Я даже на учебу приезжал всегда рано, до начала учебы. Ты приедешь, еще успеешь всю домашку сделать с утра. Вот. И я люблю тоже встать пораньше, приехать в пустом метро, как король, в офис, сидеть тут тоже в пустом офисе, спокойно работать. У меня как бы все это мой кабинет. Ты меняешь рабочие места по разным этажам? О, да, иногда да. Но когда я только пришел в Авито, был ковид, и вообще не было людей, ну, очень мало было людей в офисе. И я каждый день работал в новом месте. Мне это так нравилось. Я то там поработаю, то сям поработаю, то посижу где-то на диванчике, то где-то там за столом, то еще как-то. Мне это очень нравилось, у меня был прям такой калейдоскоп, я когда вот первое время тут работал. И еще не было такой зацепки с командой, вот говорю, все как-то так, немножко кто-то тащил старые треки, у меня был новый трек, ну, такая была история. Сейчас, конечно, когда вот началась такая более плотная зацепка с командой, и больше людей в офисе, конечно, я так уже не делаю, но иногда бывает, уйдешь там на 15-й и поработаешь на 15-м, но редко, наверное, раз вообще, может, в месяц. У тебя большой опыт работы в IT, было много компаний. Подытож, как тебе, Авито в целом, насколько тебе нравится вайб и комьюнити? Слушай, ну вот я не совру, если скажу, что если вот я сейчас выбирал, куда идти, вот сейчас меня выкинь на улицу, вот просто с парашютом, да, в Москву, типа выбирай, куда, вот, куда, куда ты пойдешь, потерянный муравей, я пойду в сторону Авито. То есть я, я все равно из всего, вот из всего, где я поработал, из всех этих Яндексов, я выберу Авито. Но это не значит, что Авито безупречно. Понятно, да. В нем многое хочется улучшить. Но глобально, я считаю, что сейчас Авито и технически очень зрелая компания, вот прям технически здесь есть, чему учиться, что развивать, много каких-то вызовов и много вокруг людей, которые тоже вот в этом во всем варятся и от которых ты можешь этим всем зарядиться. То есть вот прям только хватай. Если ты как бы не ленивич, ты можешь сесть в принципе и, не знаю, стул просиживать и что-нибудь такое ковырять, не требующее усилий мозговых. Так можно сделать где угодно. И в Авито тоже. И в этом смысле оно не хуже и не лучше. Но если тебе нужно какую-то интересную действительно работу, то, наверное, Авито сейчас в самом хорошем положении. В самом таком устойчивом финансовом положении. В самом таком если тебе нужны какие-то гарантии, если у тебя семья, если тебе не хочется в какой-то там стартап, не хочется какой-то нестабильности, какого-то риска, если ты волнуешься, что-то закроется, что тебя там уволят, сократят. Авито в этом плане тоже дает тебе максимальную уверенность, максимальные гарантии. И тебя никогда здесь не будут, даже если ты не справляешься, тебя не будут увольнять, а все-таки тебя там попробуют дать тебе другую задачу. Да, тебя спрашивают, почему, что случилось. Да, будут изучать, что случилось, будут попытаться тебя использовать как-то по-другому, как тебе будет удобнее. То есть, не знаю, в этом смысле, да, если выбирать, то Авито. Но если что-то ругать, то тоже Авито. Я не всем доволен, но я считаю, что пока я тут, я могу что-то улучшить. Спасибо большое тебе за интересный рассказ и удачи в том, чтобы делать Авито лучше. Стаса, спасибо тебе за это интервью. Очень необычный опыт, вообще интересно, было интересно, спасибо. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. С вами была Стаса Кошман. До встречи.